Все вставлено на запись, немножечко программка сломалась. Ага, все хорошо, это я сама отключилась. Всем доброго вечера, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас вебинар, час вторая. Вот, сегодня, смотрю, уже амбициозных людей стало поменьше, 112 человек. Но, дорогие коллеги, вы, конечно, сегодня большие молодцы, потому что этот вебинар уже четвертый по счету за сегодня. Сегодня, когда мы увидели, что уже идет четвертый за сегодня вебинар, мы хотели отменить, но мне начали писать личку и просить точное время проведения вебинара. И я поняла, что вы еще не все устали и еще можете выдержать еще один вебинар. Один дополнительный вебинар у нас сегодня был в чате активного роста. Кто посетил все три вебинара, поставьте плюсики. Вот. Обалдеть! Какие молодцы! Просто здорово, просто здорово, да? Вы уже сейчас, я так понимаю, на четвертом. Ну, просто супер! Умницы и красавицы, девчонки. Да, ну, ничего, есть записи, я потом разошлю все четыре вебинара. Нет, три разошлю, а четвертый в чате активного роста нам дадут. Ну, что ж, разрешите всем представиться, кто меня не видел, кто меня не знал никогда. Новички дорогие, да? Да, ого, Юлечка умница какая, да? Вот, меня зовут Кононова Аня, мы работаем вдвоем с мужем. На проекте мы два с половиной года и находимся в закрепленном звании старшего национального директора. Правда, забыла название старшего национального директора и являемся сооснователями проекта. То есть, как бы, много что решаем. Итак, мы с вами вчера остановились на создание рабочей базы для работы. Кто был на вчерашнем вебинаре, прошу поставить, дорогие коллеги, плюсики. А кто не был, я сейчас очень быстро пробегусь по вчерашнему материалу, очень-очень быстро. Итак, наша с вами профессия сетевого менеджера занесена в реестр всех профессий. И самое главное, что нужно делать, это не просто работать, да, не просто приводить людей в свою команду, а организовывать, продвигать, управлять и обучать. Что хочется сказать, что теперь данная специальность преподается в крупных вузах мира, в частности, в России. И также хочется сказать, что компания платит только белые доходы, только белую зарплату. Мы с вами имеем шанс тут иметь постоянно растущий доход. Доход складывается из товара оборота вашей команды. Чтобы вам было понятно, мы сейчас с вами вот так вот вкратце прям обсудим. Директор – это товарооборот 3000 баллов, да, как вы видите, в самом последнем табличке написано «кандидат директора». Это 3000 баллов, это примерно 60 человек по 50 баллов в вашей структуре, да. Или, допустим, 120 человек по 25 баллов в вашей структуре, да. Вот, таким вот образом. Это мой путь, это мои выплаты, да, как вы видите. Все делалось не так и просто, но я вам хочу сказать, что очень быстро, да. У нас быстрый рост, потому что мы работаем методом живого общения через соцсети и всегда стараемся говорить только правду, вот, никаких фактов не скрываем. И, в принципе, из-за этого такой быстрый и хороший у нас рост, да. То есть мы, самое главное, что нужно понимать, мы никогда в соцсетях людям при общении не грубим, мы никогда не оставляем двери закрытыми и так далее, и так далее. Обо всем мы с вами сегодня это обсудим, обсудим в дальнейшем. А как вы видите, все мы лидеры, да, и лидеры 6%, 9, 12, директора, золотые, серебряные, да, все начинают с нуля. То есть вы работаете, приводите людей в свою структуру, ваши люди тоже приводят своих людей в свою структуру, и вы начинаете вместе со своей командой расти. То есть в выплатах есть накопительный эффект, чем больше ваша команда, тем выше ваш доход. И, конечно же, растет группа, растут доходы, да. Вот так вот мы с вами мимолетом пробежались, чтобы сильно не останавливаться на вчерашнем пройденном материале. Итак, как и куда перечисляются денежки? Первое время наши с вами деньги будут поступать на наш личный счет, регистрационный номер в кабинете Фаберлик. Мы их сможем использовать при оплате личных заказов до 65%. Да, в последующем, как правило, с уровня вице-директор, а после заключения договора с компанией, деньги будут перечисляться на расчетный счет в банке. Выплаты зависят от уровня, на котором вы находитесь, и у нас с вами 19 выплат в год. Доходы только белые. И, конечно же, мы с вами разработали систему Турбо-Рост. Сначала мы ее обсудили с директорами, потом мы ее обсудили в чате активного роста. Кто был на моем вебинаре в чате активного роста, пожалуйста, поставьте плюсики. То есть все топовые лидеры у нас были предупреждены заранее, что будет у нас нововведение. Будет нововведение, топовые лидеры, все уже лидеры, которые в активном росте, тоже все были оповещены. Только двое было. Но ничего страшного. Трое. Четверо. Молодцы. Может быть, просто плюсики задерживаются. Добрый вечер, Люда. И, конечно же, сейчас у нас с вами... Раньше у нас был просто рост и Турбо-Рост. То есть новичок приходил на проект, и мы предлагали ему два вида роста. Или он растет самостоятельно, или он активируется в течение 72 часов и растет с помощью наставника. То есть наставник ему строит одну веточку, а он начинает сразу же свою. По системе Турбо-Рост плюс у нас с вами все по-другому. Мы немножко все переделали и перешли на новую систему построения. И подробнее по полочкам мы... Они сегодня уже поговорили, да? Простите, кто был сегодня на вебинаре Ольги Пениной и полностью понял, как строить структуру по новой, поставьте слово «понял». Пожалуйста. Кто был, мне важно понимать, что вы реально поняли, что вам поняли, да? Мне кажется, что она легче, эта система. А кто рад, что мы на эту систему перешли? Для меня очень важно ваше мнение. Кто рад, кто понял, кто... Все молодцы, да? Вот видите, иногда слова с запозданием. Да, очень хорошо. Да, на самом деле, эта система Турбо-Рост плюс для того создана, чтобы мы с вами не могли поддержать всех новичков нашего проекта. Ну, практически всех. Да. Ну, какая разница, Леночка? Тут, конечно, с заказом сразу, когда новичок приходит на проект, он начинает рекрутировать в соцсетях, то тут получается, что новичок регистрирует людей и каждый третий-пятый-шестой даже делают заказы. Просто сейчас будет меньше пустых регистраций. Без разницы до заказа или после заказа, до регистрации или после регистрации человеку говорить про заказ. Если человек подумает, что ему невыгодно делать заказ, чтобы ему поскорее стали помогать быть директором, да, выйти на директора, то, конечно, вы его и после регистрации никак не сможете ему объяснить суть бизнеса. Есть люди, которым посылаешь видео, они не понимают ни до, ни после, они не поймут. А есть, которые сразу поняли, сразу пришли, сами сразу сделали, да. То есть, и, конечно, тут дело в том, еще как вы будете доносить это, да. Если лидер, будущий лидер, да, который идет на третий вариант, не понимает, что ему нужно сделать заказ, ну, вы напишите правду человеку. У нас очень много людей просто так регистрируется покупать для себя и их львиная доля на нашем проекте, львиная доля покупателей. Почему? Потому что ни в одном магазине вам не сделают 20% скидку, вам не подарят 3 подарка и вам еще на следующий каталог не подарят подарки. Так ведь? Можно забрать 4, 5 и 6. Ни в одном магазине этого нету. И на самом деле люди просто регистрируются для того, чтобы покупать себе. Ну, а человек, который пришел на бизнес и не хочет поменять магазин под боком на свой собственный интернет-магазин, с которым он будет получать денежку, ну, значит, просто не понял суть бизнеса, но мы будем стараться снимать видеоролики по этому направлению, будем стараться вам помогать во всем. И скоро еще один ролик выпустится, позже еще один ролик выпустится. Ну, бывает, Лена, бывает всякое. Мы же не видим, кого мы через интернет регистрируем. Иногда смотришь на фото адекватная, красивая девушка. А бывает такое, что это адекватная, красивая девушка, может и вино пить, и матом ругаться. Не поймешь же, кого вы регистрируете. Есть, конечно, такие. Нечего покупать, да? Ну, вы знаете, та компания, в принципе, я не считаю ее какой-то плохой, еще что-то. Я считаю, что я очень много насмотрелась роликов о Фаберлик, именно созданной той компанией. Я вам хочу сказать, что я даже не в растерянности. Люди сами себя унижают, во-первых. Во-вторых, не растут люди на сравнении, понимаете. Нельзя вот так вот открыто и унижать различные компании, да? Тем более, что когда человек с самого начала говорит неправду, то через какое-то время она выливается, и люди, которые ему в тот момент пришли и ему поверили, понимают, что они остаются во лжи, да? Они теряют, как вам даже сказать, да? Теряют веру в этого лидера, и у лидера прекращается рост и доверие к нему. Я считаю, что сетевой маркетинг, все же мы должны быть один за всех, все за одного. И я считаю, что бизнес должен строиться именно на доверии, а не на унижении других сетевых компаний. Я никогда это не принимала, я всегда это была выше. И, конечно, да, я с вами согласна, но если вас на самом деле интересуют какие-то вопросы по поводу каких-то видео, пожалуйста, скидывайте их мне. Будем собираться на вебинарах, и я вам буду рассказывать правила маркетинг-плана, настоящие, какие они есть. То есть не искаженные, а настоящие. Если вам этого хочется. Пожалуйста. Денис, ссылка на шаблон переписки дается вашим наставникам вам в личку после первой регистрации по третьему варианту. Ну, давайте не будем обсуждать другие компании. Мы с вами сейчас делаем новое построение, что мы только не пережили, да, и я считаю, что нужно, наоборот, не злиться и понимать, что довольный человек ничего плохого ни о ком никогда не скажет. Да, то же самое, да, вот давайте приведем с вами пример такой, что, допустим, вам нагрубили, да, вот нагрубил вам кассир на кассе, он вам нагрубил и прям, да, вот прям на вас так испортил вам настроение, еще что-то, да. Что получается? Получается, что человек недоволен жизнью, счастливые люди, они не грубят, и таких людей нужно просто пожалеть. А также я отношусь к тем людям, которые, может быть, что-то вот как-то, ну, нехорошо отзываются о ком-то и так далее, и так далее. Давайте уже закроем эту тему и перейдем. Все готовы перейти к теме сегодняшнего вебинара? Мы с вами сидим 13 минут. Все готовы? Переходим. Все, молодцы. Ну что ж, новое построение Турборост включает в себя, во-первых, активацию в течение суток сразу после регистрации, это во-первых, а во-вторых, также остается подарок от проекта, поддержка от наставника, все-все остается точно таким же, только свои первые три регистрации вновь пришедший новичок регистрирует в свою первую совместную веточку с наставником. Если он провел три регистрации, эти регистрации активировались, все хорошо, балловым заказом, и мы видим, что лидер надежный, лидер умеет работать, он понял, что он походил на вебинары, он всему научился, он всему обучился, он знает, как доносить акции и подарки до человека, он уже может открывать свою вторую веточку. Это мы сделали для того, новое правило ввели, новую рекомендацию ввели для того, что, как вы понимаете, на проекте работают много стран, да, то есть мы с вами имеем право сотрудничать с 31 страной, а доставка по 42 странам вообще у нас, да, то есть у нас с вами международная структура, международная компания, вот, и, конечно же, когда мы работаем через интернет, иногда бывает, что к нам приходят умницы-красавицы, да, очень ответственные девчонки, мальчишки, просто замечательные лидеры и люди, а есть такие, которые могут привести одного-двух людей и сказать, ой, это не мое, я пошла, да, мне там мама-папа сказали, что я тут не смогу зарабатывать, да, вот, что получается, и получается, что вот эти два лидера, оставшиеся в Баку, пошли по турборосту по прошедшему, да, который у нас был еще в прошлом каталоге, да, и получается, что их, грубо говоря, проект обманул, да, то есть они пришли на видео, в котором написано, что мы под вами будем строить людей, а людей мы не строим, потому что некому строить, лидер сделал ноги, вот поэтому, вот, вот поэтому мы с вами поставили систему турборост, потому что в основном когда мы начали мониторить структуру, да, сверху вглубь, то мы заметили, что в основном безответственные лидеры, приходящие на проект, да, ну, извините, но никак не вычислить человека с самого начала по фотографии, будет он ответственен или нет, да, один, два, максимум три, очень редко бывает пять человек, да, вот, и поэтому мы остановились на первых трех активных регистрациях, которые вы будете проводить свою первую совместную веточку с наставником. Ну, в принципе, это и ваша ветка, люди будут в вашей структуре, поэтому я считаю, что ничего страшного. Первый, второй вариант или под последнего ветки, или под себя в первую линию. Можно по очереди чередовать, да. Итак, значит, и наставники, вы сами проводите регистрации в одну единственную свою совместную веточку, а как только новичка получилось привести три регистрации активированным балловым заказом, можно открывать вторую свою веточку. А через сутки после регистрации наставник пытается провести под вас новичка. Если регистрация не проходит, значит, вы не сделали, не оплатили заказ минимальный срок или положили денежку, но забыли нажать в кабинете «Оплатить заказ». Обязательно нажимайте, да, и так далее. Далее, значит, когда проплата не проходит срок, вы растете самостоятельно. А что это значит? Это значит, что вы имеете право получать полностью бесплатное обучение, сопровождение, поддержку наставника, и так далее, и так далее. Вас никто не отрезал ни от команды, ни от чего, да. Просто войдите в положение, наставник строит свою веточку, ему некогда ждать, и вы были предупреждены, получается, заранее о заказе. Поэтому можно, допустим, согласиться, да, новичок может, будущий, согласиться на регистрацию, допустим, и сказать, я могу зарегистрироваться и активироваться через три дня. Ждем? Ждем. Пожалуйста. Можно даже создать чат для людей, которые ждут, да, то есть вот таким вот образом. Давать им уже какие-то инструкции, может быть, дать задание, странички пока посоздавать, еще что-то, да, базу для работы. Вот. Значит, Турбо Рост Плюс, вот минимальные заказы, как вы видите, это копейки. Я недавно переписывала с девушкой с лидером, она мне предложила перейти в другую компанию, я, конечно же, культурно все порасспрашивала, и она мне сказала, я покупаю пакеты по 100 тысяч, да, кто догадался, какой компании я говорю, напишите слово в чат, да, я покупаю пакеты по 100 тысяч, и говорю своим, чтобы они тоже такие пакеты, покупали. И я, говорит, расту хорошо. Ну, конечно, я им сказала, что ваш бизнес вряд ли будет дублицируемый и быстро растущий, как у вас успехи. Нет, 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 там нет таких пакетов. Вот. И, конечно, мы пообщались, она сказала ей, со мной было очень легко пообщаться, вроде бы я вас жду, я говорю, ну, я вас тоже жду. Да, нет, нет, нет. Вот, поэтому хочется сказать, что у нас лояльный активационный заказ, но не забываем о том, что когда мы говорим до регистрации новичку о заказе, будущему новичку, нужно обязательно говорить, это вы хайпы называете, это хайпы, это не официальная компания, за которых наказывают, если вы туда будете звать. Где-то, где-то я это читала, этот закон на каком-то сайте, вот найду, обязательно раскидай по чатам. Да, 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 вот Елена Остапенко права, да, да, да. Вот, то есть все хорошо, все замечательно, если у человека есть такие деньги, понятно, что они ходят по людям, которые уже выглядят хорошо, и они ни за что не предложат такой пакетища купить, если у человека там, да, уже не это. Вот. Вот, и знаете, о чем еще бы вам хотелось поговорить, о том, что я вас очень прошу, за человека никогда не решайте, пока вы ждете активации, пусть это будет день, два, три, расскажите ему про подарок новичка, про фаберлик-клуб, про стартовую программу, про вип-привилегии, расскажите это все таким образом, что это будет доступно только после регистрации, что в магазине такого нет, и такого на самом деле нет. Вы встречали хоть один магазин с таким количеством привилегий? Есть хоть один магазин? Такой, на вашем пути. Поэтому старайтесь, общайтесь, разговаривайте с людьми. Я считаю, что у вас будет очень хороший, великолепный рост. Значит, под итог, Турборост, получаем бесплатное обучение, рекрутинговый сайт в подарок. Сейчас я вам покажу этот сайт. Минутку, вчера почему-то я его забыла скинуть. У кого нету рекрутингового сайта, но кто успел активироваться в течение трех дней, то, пожалуйста, вот такой сайт вы можете получить, просите у своих прямых директоров. Значит, и получайте поддержку наставника в виде построения структуры. Наставник может вести под вами одну веточку вместе с вами сразу же, то есть будет приводить вам активных лидеров в структуру. Чтобы получать выплаты по маркетинг-плану, лично мы делаем 50 баллов. 50 баллов – это примерно от 3,750 в русских рублях до 5, до 7,5, смотря что вы берете. Есть половинчатый балл – это одежда, нижнее белье и акции, а есть неполовинчатый балл. Например, ну вот я это взяла, точно знаю, что полный балл. Капсулки для похудения. Я взяла точно полный балл. И то, что еще не… Еще раз показать сайт. Вот, пожалуйста. Сейчас рекрутинговый сайт будет даваться в течение суток, но те, кто еще не успел получить сайт по старым правилам, пусть заберут сайт у наставника. Я это имела в виду, что я… Да, то есть у нас такой вот в подарок сразу же, как вы только активируетесь, успеваете в срок. Интернет-проект Фаберлик Онлайн разработал сайт с лендингами, и каждому дарится по лендингу, да. По итогам прошлого каталога, я вам хочу сказать, что у нас тогда было 3 дня на активацию. Кто успел активироваться за 3 дня, тому лендинг выдается сразу. А с этого каталога уже активация в течение суток. И лендинг будет выдаваться за сутки, а не за 3 дня. А, вот, вижу, да, поняла, Валентиночка. Ага. Вот, ну и давайте с вами поговорим, почему выгодно делать 50 баллов с 69%, а почему их не обязательно делать сразу, если у вас нету под сайтики Танюша. Вот, например, он. Да, вот, посмотри. Вот, например, это он. Это лендинг называется. Да, и почему же выгодно делать с 69%? Именно, если у вас нет возможности делать раньше на вашем проценте 50 баллов, бога ради, не делайте. Самое важное – это рекрутирование, создание базы для работы, поиск партнеров, свою структуру. Это самое важное. Самое важное – научиться. Вот, недавно мы разговаривали с новичком. Она не рекрутирует. Она сделала 100 баллов и ждет регистрации от компании. Да, все вы знаете, что если вы в статусе ВИП, под вас компания подписывает людей, которые оставили свои данные на сайте. Да, по очереди под каждого ВИПа она там подписывает. Ей подписали двоих человек за два каталога. Она начала возмущаться, почему так мало мне никого обучать. Да, и они все пришли покупать. Так вот, дорогие коллеги, под лежащий камень вода не течет. Не надо надеяться на компанию, на кого-то. Мы работаем сами на себя. Это наш бизнес, который мы открываем. И на самом деле у нас есть на проекте люди, которые могут за год открыть директора, потому что совмещают. У нас есть люди, которые рекорд на проекте, которые за 53 дня открыли директора. И тут ваше право, как вам расти. Но расти вам все равно надо самим. Самим. В сроки вы выставляете себе сами. Но я, к примеру, открыла индивидуальное предпринимательство и начала получать деньги на расчетный счет в банке после четырех каталогов сотрудничества. Нет, извиняюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Через четыре месяца сотрудничества или шесть каталогов. Поэтому я считаю, что четыре месяца поработать, чтобы потом каждые две-три недели зарабатывать, как вы видите, по 31 тысяче рублей это нормально. В начале, обратите внимание, вот это ЛО, я тоже не делала 50 баллов, но я очень много рекрутировала. За первые два каталога я, грубо говоря, привела 53 человека на проекты. Я 54-я. У меня было 54 регистрации. Я очень много рекрутировала. Я создавала странички. Я делала рассылку. Я рекрутировала по группам. Я писала в личку, писала в группы. Я сидела на досках объявлений. Я полностью ушла в рекрутинг. Я заболела этим. Да, и как вы видите, уже на третий каталог мне 9 баллов не хватило. Извините, 80 баллов мне не хватило до 9%. Потом я вышла уже на 12%. И я уже вот в этом каталоге могла открывать ИП на 19%. То есть, раз, два, три, четыре. На четвертый каталог я могла открыть. Но мне было тогда почему-то, я говорю, боже мой, надо бумажки собирать, надо печать делать. Говорю, мне как-то не хочется. Вот. И потом у меня много денег накопилось уже. Да. Но я все равно открыла. Деньги я отказалась выводить. Я их оставила на списание ОС. И это вот уже моя зарплата. Да, как вы видите, на 19%. Чуть-чуть мне не хватило до директора. Видите, 2624 балла. Я тогда очень расстраивалась, переживала. Но на следующий каталог, видите, прирост с 2600 на 3900. Я просто была в шоке от такого прироста. Я была очень довольна и счастлива, что у меня такая замечательная команда. Вот. Я говорю сразу, Юлия. Я сразу говорю, но вот мы посоветовались в чате директоров. И девушки говорят, что лучше говорить после того, как дадут данные. Да, 1000 баллов прирост, Настюша. Да. Вот. И все. И вот, как вы видите, все реально. И я не считаю это долгим каким-то, что это долгие по 4. 4 месяца – это нормальный путь. За 4 месяца не все выходят на работе по найму на 30 тысяч. Они как пришли там на 10, 15, 25, да, так и сидят. И через год будут получать свои 10, 15, 25, если их не повысят, да. А я вот за 4 месяца уже стала получать в 3 раза больше, чем сидела в декрете по уходу за вторым ребенком. Я получала 6,100. То есть меня устраивал этот вполне реальный заработок. Я взяла даже себе хороший ноутбук, чтобы с него работать. И вообще была довольна. И начала уже рассчитываться и с кредитами, и со всякими каками-бяками, которые, как сказать-то, да, гнобили нашу душу. Долги. Мы же не любим долги. Вот, поэтому работайте, ни о чем не задумывайтесь. Никаких преград нет, все преграды у нас в голове. И есть лидеры, которые намного быстрее меня вышли на более большой доход, чем я. И я горжусь, что такие люди есть в моей команде. И я прям вот, да, вот Валюша Щенникова сейчас писала. Она быстрее вышла на меня, на более крупный доход. Да, я долго по сравнению с Валей ползла до этого звания, да. И мне вот очень приятно. Три месяца у людей, испытательный срок. Ну, вот это еще точно, да, точно, точно, да. Ну и, конечно, давайте посчитаем с вами, почему 69% выгодно делать, да. В начале этого вебинара мы с вами говорили, что у нас с вами есть, как вам даже сказать, забыла слово. Прошу прощения, да. У нас с вами первые деньги переводятся на объемную скидку, да, в личный кабинет. Вот, а потом мы уже открываем перевод средств на расчетный счет в банке, да. То есть заключаем договор с компанией. Валюш, я в обморок упаду от счастья, если ты меня перегонишь. В обморок сразу. А прям вот от счастья. Аня, в Казахстане еще бы успеть копию, до регистрации просить копию документа, ничего страшного. Они заходят, посылают. Можно подождать таких людей? Можно подождать, Танюша? Если это технические моменты, да, то вчера мы обсуждали, что подождать можно. Вот, да, и там надо, по идее, просто фото прикреплять, на самом деле, Оль. Ага, можно активировать кабинет заказом на 270 рублей, то есть пробным шагом на Ючку. 270 рублей – это не активационный заказ. Под такой заказ не пройдет регистрация. 800 рублей минимально. Минимально. Ну, это мы с вами вот сейчас и будем все это разбирать дело. Ну, или еще отдельно соберемся. Ну, все, давайте, поехали-те с вами, да. То есть 6-9% начинается самое интересное, это 65% списания от заказа. Да, то есть сейчас будет приведен пример для активно работающих людей, которые строят свою структуру по совету наставника. Как мы с вами сейчас видим, перед нами лидер ОЛГ, которого 100 баллов. Объем личной группы, которого 100 баллов. И этот лидер, как вы понимаете, вышел на 3%, да, если смотреть на табличку додиректорскую по маркетинг-плану. Он получает свои 180 рублей. Это означает, что у него идет списание ОС 180 рублей, да, потому что он на 3%. Далее, это уже более сложное, да, построение. И тот лидер у нас с вами уже на 12%, у него 1000 баллов оборот, и он получил 3,780. И у такого лидера уже 3,780 к списанию через заказы. Смотрим, если мы сделали заказ на 4000, то у нас 2600 списалось, а заплатили своих денег 1400, и остатки копятся. Всем ли все понятно? Конечно будет. И остатки копятся на расчетном счете. Плюсики полетели. Спасибо вам огромное. Вот пример списания моей объемной скидки, когда у меня еще не был оформлен перевод денежных средств на расчетный счет банки. То есть до заключения договора с компанией у нас будет списываться 65% ОС постоянно. Остаток денег копится. Как вы видите, вот 2763 у меня списалось, и я за заказ в 4200 заплатила 1679. Вот таким вот образом. Далее, дорогие коллеги, не получается делать 50 баллов, да, это для многих барьер. Я для новичков понимаю, какой это барьер огромный, потому что я общаюсь с новичками очень часто, и я вам хочу сказать, что с 6-9 вы уже теряете деньги, а до 6-9, конечно, нет возможности, не делайте. Не все любят продавать. Кто-то очень хорошо зарабатывает на продажах, и прям обзавидуешься им заработком на самом деле, да, зарабатывает по 3-6 тысяч на продажах. Это круто для меня, это здорово. Вот, и, конечно же, 50 баллов, что же это такое, да? Помимо заработка от продаж, это возможность получать ОС, свои денежки с 3% и выше, возможность получить скидку от цены каталога 26%, потом, значит, возможность идти по стартовой программе. Также мы с вами забираем от 3 подарков по программе Faberlic Club. Также выдается свой рекрутинговый сайт, если вы не успели активироваться по TurboRost или TurboRost Plus, да, если вы не сделаете 50 баллов, компания эти денежки себе не присваивает. Выплаты уходят выше лидеру, сделавшему 50 баллов. Ни одной копейки компания себе не забирает, если под вами, если вы не сделали заказ. Да, выплаты уходят всегда все вверх. Это прям надо знать очень. Итак, далее поговорим с вами об обучении на проекте. То есть мы с вами, в принципе, работаем все на готовых инструкциях. И это здорово. Создаем странички, потом как мы их раскручиваем и так далее, и так далее. Все это вы получаете в инструкциях от наставников. То есть самый главный вывод из вышесказанного – это то, что мы начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения. И, конечно же, это здорово. Я до сих пор обучаюсь, но зарабатываю уже весьма хорошие деньги. И на интернет-проекте Faberlic Online три этапа обучения. Первый – это базовое. Когда вы пройдете, допустим, в моем шаблоне обучения 22 задания, тогда вы проходите мои 22 задания, вы попадаете в чат активного роста, если смогли провести 5 личной регистраций и делаете уже заказы большие, хорошие, 25 баллов минимально. А то тогда мы вас будем приглашать во второй чат, на второй этап обучения в активный рост. Отлично, Настя, очень хороший заказ. На самом деле, такой огромный ассортимент, того чуть-чуть этого, чуть-чуть того, чуть-чуть смотришь в корзинке на 120 баллов накидан. Ну, думаешь, мне 20 лишнее, надо что-то убрать, и понимаешь, что убрать-то нечего, все нужно. Где-то шампунь закончился, где-то мыло для рук закончилось, где-то порошок, где-то средства для мытья пола, платьишко хочется и так далее, и так далее. И пошло-поехало. Лак для ногтей, лак для волос, шаблон с заданиями вам выдает ваш директор. Вот, значит, третье, это уже директорская школа, это школа для топ-лидеров проекта обучения, я пока там немножко остановила, но 15 вебинаров для всех вновь вступивших в этот чат, они доступны. Только вы открываете 12%, вас добавляют в этот чат, и вы можете просматривать эти 15 предыдущих записей и становиться настоящими лидерами. Конечно же, мы вас пригласим на доску почета, и будем вас очень-очень ждать в директорском чате. Последний уровень, это уже, как вам даже сказать, это уже с уровней директора, это совет директоров, это 3000 баллов по структуре. Тут мы и ездим на ассамблеи, имеем, конечно же, престижный статус. Кому угодно на улице скажите, что я директор, я думаю, вам это понравится. Далее, значит, конечно же, у нас с вами начинаются квалификационные бонусы. Первый бонус за подтверждение директора – это 55 тысяч. Сейчас, если вы открываете и подтверждаете всего два каталога подряд директора, вы можете получить вместо 55 – 110 тысяч. Да, то есть, и это условия по быстрому старту. И это круто, дорогие коллеги. Забирайте деньги, торопитесь, растите. Если вы откроете, мы вчера считали, сидели, позавчера, да, мы считали, сидели на вебинаре. Ой, это просто безумно огромная сумма. Вы можете около 700 тысяч рублей, да, вывести за полгода. Только без, понимаете, без всех привилегий, без всех подарков, без всех зарплат. Выплат только одними премиями. Не вот этот вот быстрый старт двойной, такого нет нигде, поверьте. Я просто была в шоке, я несколько раз перечитывала, я несколько раз перечитывала. Это просто наша новая фишка. За полгода успейте открыть золотого директора, или серебряного, или старшего, или простого. Все удвоится, все удвоится, и все премии суммируются. Да? Можно мужа подключить? Можно, Настя, легко, легко, да, можно. Пожалуйста, еще муж может по стартной программе пройти. 700 тысяч заберете, и полгода подарков заберете, и по программе Фоберлик пойдете, ой, вообще будете в шоколаде. Так, значит, бонус стабильности, конечно же, мы получаем с уровня директора, и возможность открытия своего офиса уже, да, то есть до уровня директора директор может согласиться, не согласиться вам подписать эту бумажку. После того, как вы откроете директорство, вы уже можете свои офисы открывать самостоятельно. Быстрый старт, да, только для новичков, о нем я сегодня раскидывала видео по чатам, это, во-первых. Во-вторых, вчера я о нем рассказывала на дневном вебинаре, да, очень подробно, поэтому, Танюша, если что-то непонятно, обратитесь к Ольге, созвонитесь, или, может быть, вы прозевали эти все видео, эти все вебинары. Рекомендую вам посмотреть, чтобы вам было все понятно. Вот, далее, значит, скажите, пожалуйста, все ли мы читаем письма в кабинете, потому что мы вас оповещаем обо всех вебинарах. Мы вас обязательно оповещаем про все подарки, которые вам положены, которые положены вашим людям, чтобы вам легко работалось, да, про неожиданные сюрпризы, про изменения чего-либо на проекте, записи вебинаров мы туда еженедельно высылаем. Если вы пропустили какой-либо вебинар, очень много приходит назад благодарности. Но я тут недавно встретилась с лидером, который говорит, боженечки, да, от тебя там 500 сообщений у меня не прочитанных. Я говорю, да-ка, почему что не читаешь-то? Вот, а за неделю до этого она жаловалась в чате на меня, что ее не обучают, ничего себе не обучают, а ты обучение-то читай, или ты мне в скайпе-то отвечай, как на тебя обучать, если ты не выходишь на контакт. Поэтому, дорогие новички, теребите своих директоров сами, своих наставников сами, откуда нам знать, почему вы нам не отвечаете, потом обижайтесь, что вас не обучают, да, вот есть такие вот люди. Вот, и так далее. Значит, смотрите, дорогие коллеги, если вам не приходят письма, я вижу слово пусто, да, вот, заходите в сообщество, находите мой регистрационный номер, вставляете его сюда, нажимаете на лупу, у вас выхожу я, нажимаете добавить друзья, но еще вы мне пишите сообщение, вот, нажимаете написать сообщение, вот на этот рег номер пишите, здравствуйте, я такая-то, такая-то, мой директор такой-то, такой-то, мне не приходят сообщения, прошу принять меня в друзья. Я вас приму в друзья, и вам начнет приходить та же самая рассылка, которую я рассылаю по своей ЛГ, да. То есть нам нужно взаимно подружиться через сообщество, чтобы вам начали приходить сообщения. Пожалуйста, предлагайте дружбу. Если вы не отпишетесь, дружбу я, к сожалению, не смогу принять, потому что я не буду знать, с нашего проекта или нет. Предложений дружбы бывает очень много, и сортировать каждого человека отдельно через сообщество, это около часа в день, поэтому кто отписался, того принимаю. Поэтому да, да, кому-то повезло, писем куча, да, у кого-то перебор, у кого-то недобор, у кого-то вообще нет, да. Вот, итак, сейчас мы с вами разберемся, с чего же начинается наша работа. Мы с вами создаем брендовые странички в соцсетях. На этом мы вчера с вами и остановились. Брендовые странички или странички для коллег. Для чего они нужны? Мы их создаем на настоящие сим-карты. И вы знаете, вот иногда, когда вы рекрутируете, конечно же, к нам больше приходят продавцов и покупателей на проект, да, людей на бизнес приходит намного меньше. Чем продавцов и покупателей? Что получается? Получается, что у нас сердце проекта – это скайп. И всегда мы всех находим друг друга в скайпе и работаем через скайп. В скайпе все директора находятся, которые могут дать вам советы, если вдруг вашего наставника нет в сети. У нас с вами есть скайп-чат, где вы можете задавать все вас интересующие вопросы, и вы очень быстро получите на него ответ, да. Лично у меня 11 чатов примерно от 300 до 600 человек, да. Отлично, Светочка. Вот, вот. Только ты мне не отписалась, по-моему. Мне тебя пришлось искать. Отписывайтесь, пожалуйста, я обязательно приму. Когда у меня нет времени поискать, люди висят в заявках в друзьях очень долго, понимаете. Пока вы мне не отпишетесь, я могу, да. А, 703-386-938. Да. А, отписалась, да. Ну, вот, значит, муж тебя принял, скорее всего. Значит, это не тебя я искала, да. Ну, заявочек много, я могу перепутать. Итак, значит, что у нас с вами? Поехали дальше. Не будем больше сбиваться, потому что тема сложная. Я хочу с вами много о чем обсудить, да. Очень важно создавать брендовые или странички для коллег на свой номер, на свои сим-карты. Создаем с вами, в первую очередь, это одноклассники ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, 4 странички. И делаем их именно брендовыми, чтобы они у вас не работали, как странички-рассыльщики, да, чтобы они у вас работали как бренд, да. Как вы знаете, поначалу люди, которые работают брендом, они приходят, постят какие-то интересные статусы, рассказывают про свои сообщения, набирают подписчиков. Потом, когда люди параллельно рекрутируют, да, и развивают свои брендовые странички, у них начинает на брендовых страничках появляться статусы поздравлялки. Их какие-то, как вам даже сказать, их какие-то, вот, допустим, я вышла на 12%, я это выложила, да, допустим, у меня лидер вышла на 6%, вторая на 3%, четвертая тоже на 3%, пятая на 3%, я их поздравила, шестая у меня стала вип-консультантом, я его тоже поздравила, то есть я начинаю постить, 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 и лидеры видят, что у вас есть результат, и сами начинают к вам проситься. Еще очень важно, когда мы с вами вот начинаем расти, мы иногда с вами скачиваем или создаем свои видео, выкладываем их на YouTube, и получается, что мы эти ссылочки можем прям давать под видео, люди будут проходить по этим ссылочкам, увидеть, что у вас есть результат, да, то есть вот это называется бренд. Вот, и вот это вот, когда вы раскручиваетесь, конечно, это здорово и классно, но поначалу нужно создать свое имя, то есть создать свой статус, свою команду, как минимум директорский, и для этого мы с вами сейчас перейдем на второй этап создания именно страничек для работы в соцсетях, с которых вы уже будете искать людей, то есть рекрутировать, да. Какие должны быть странички брендовые? Очень хорошие, очень позитивные, никакого негатива в ленте, никакого негатива в этом, да, там вы с ревущим ребенком на руках, удалять, все удалять, оставлять только, где вы там, не знаю, цветочки нюхаете где-нибудь на побережье или что-нибудь такое, но и то не в купальнике, а быть как бизнес-леди, как, как вам даже сказать, да, как бизнесмены, как бизнес-леди, то есть уважайте себя, если вы хотите, чтобы в вашу команду приходили люди, которые хорошо будут зарабатывать, будут целеустремленные, конечно, вы должны выглядеть так и соответствовать этому, да, вот. Поэтому цените себя, любите себя, поддерживайте доброе имя и красивое имя интернет-проекта Фаберлик Онлайн, да, и, конечно же, старайтесь быть похожими на тех людей, которыми вы хотите стать, да, хотя бы визуально. Вот я, к примеру, всегда очень любила женщин, да, там вот красивых, деловых, ухоженных, да, то есть они там по салонам ходят, еще что-то, да, я всегда вела вебинары накрашенные, причесанные, всегда у меня фотографии хорошие, красивые, нет ни одной кривой, косой, размазанной, еще что-то, и я добилась того, что я работаю, и ко мне начали приходить именно такие люди, отработала я всего два с половиной года на этом проекте, да, то есть поэтому оформление своих брендовых страниц это очень важный, очень тонкий момент, очень-очень тонкий, прямо вот ничего не должно быть, да, вот, допустим, вы стоите очень вся красивая, а сзади, допустим, я не знаю, в поле с цветочком, там, да, к примеру, вот у меня какое поле, а сзади там, допустим, лепешка кое-чего, да, все, вы испортили фотографию, она уже не подойдет, поэтому нужно обязательно делать вот очень хорошие фотографии, без всяких недочетов, и обязательно можно несколько фотографий прогрузить его семьей, чтобы вам доверяли, ой, спасибо большое, Светочка, очень приятно, да, очень здорово, когда вы фотографируетесь практически только вот одно лицо у вас, и чтобы вы смотрели не из-под лобья, не надменно, да, то есть вы просто улыбались, ясный, четкий, добрый, открытый взгляд, смотрящий гостю странички в глаза, то есть у вас должна быть какая-то вот, понимаете, вот есть лидеры, да, вот я недавно встречалась на форуме с женщиной, да, я вам сейчас приведу пример, и она так со мной надменно разговаривала, я так думаю, божечки, да, а потом я узнала, что она еще только-только директора подтвердила, она уже вся такая из себя надменная, там уже не одна, а десять корон на голове, вести себя нужно хорошо, просто, да, вы успешны, вы красивы, но вы ведете себя просто, к чему этот пафос, господа, так ведь, вот, поэтому, да, грань надо иметь, или вы там горделиво сидите, да, или вы просто классный человек, добрый, да, приятный, вот, тут нужно, да, тоже иметь золотую середину обязательно всегда, вот, также эти брендовые странички постарайтесь своим наставникам показать, потому что они очень важные, и база для работы, основная база для работы, да, не важно, да, вот, а, кстати, про поводу брендовых страничек, я еще вам не рассказала, что с них можно создать группу, и там поздравлять своих людей, постить что-то о компании, то есть на своих личных страничках вы можете постить свою жизнь, в хорошем смысле, да, только позитив, а в самой группе вы можете, допустим, ура, Фаберлик выпустил такую-то коллекцию обуви и видео про него, там, ура, Фаберлик выпустил, там, к примеру, там, коллекцию от Юдашкина, видео по этой, да, то есть там, и так далее, и так далее, конечно же, старайтесь посещать все форумы, выкладывать фотографии с форумов, еще что-то, да, то есть успех, 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 и тогда он к вам очень быстро придет, я вам честно скажу, я стараюсь не пропускать форумы вообще, особенно своего региона, я еще ни одного форума не пропустила, я поехала в открытом звании старшего директора и простого директора, я ни одного звания не получила, я знала, что я не получу чек на сцене, но я поехала двое с половиной суток в поезде в Сочи на ассамблею Фаберлик, и я видела, как Николай Андрейко, моего наставника, тогда награждали чеком с серебряным директором, да, и это круто, дорогие коллеги, это огромная мотивация быть, среди успешных, 1100 успешных лидеров различных рангов, их поздравляют на сцену, и вы знаете, когда мы там ходим, ходили среди них, они такие добрые, милые, простые, потому что те, кто сделал свой результат с помощью своих трудов, они простые, хорошие люди, они понимают, что только простота, и вот эта вот, простота и правда, она приносит результат, ну и, конечно же, вера в себя, вера в себя, вера в проект, вера в компанию. Вот, конечно, смотрите, база для работы, основная, одноклассники ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, создаем по одной страничке в каждой соцсети в день, то есть за неделю, чтобы вы понимали, мы уже с вами можем создать 28 страниц, да, как вы поняли, поставьте плюсики, вот, по одной страничке в день нужно создавать, чтобы, ну, вас меньше блокировали, блокируют, потому что во всех соцсетях есть платная реклама, за которую надо платить денежку, а вы так раз и становитесь директорами бесплатно, а им с этого ничего, да, я думаю, вы должны это понимать. Вот, и, значит, поехали с вами дальше. Значит, ой, Женечка тут у нас, ага, вижу, вижу, Женечка, здорово на вебинар зашла. Это жена моего брата родного, я так рада. Вот, значит, поехали с вами дальше. Значит, когда мы с вами создали по одной страничке в каждой соцсети, мы там ставим различные фотографии. И тут мне хочется вам дать совет, что на всех страничках должны быть обязательно разные фотографии, и не только переименованные фотографии, да, а обязательно можно фотографию сделать уже шире, да, вот открываете фотку через поинт, сделали ее уже шире, и она уже у вас другого формата, и она уже не считывается, как такая, какая была, да, вот мы в последнее время вот это очень часто делаем, то есть увеличиваем, уменьшаем там, и уже, да, другой код фотографии, и другое изображение фотографии, кажется, и таким вот образом мы делаем одну и ту же фотографию. Наставник говорит в Инстаграме, ну, Светлана, найдите меня в личку, я вам, я не рекрутирую, Екатерина рекрутирует у меня муж, вот у него за два дня семь регистраций было точно. Вот, он хорошо рекрутирует, он никогда не говорит о статусе, никогда. Вот, потому что если мы начнем говорить о статусе, люди не верят. Люди не верят, регистрации, правда, очень хорошо, очень много, и приходят очень активные, классные такие лидеры. Вчера к нам такой мужчина классный, позитивный, в компанию пришел, не знаю, есть он, нету, очень такой классный, мне понравилось, прям видно такой сильный, целеустремленный, очень приятно, что такие люди приходят в нашу команду. Ну, пока хорошо работает, пока еще странички создает и базу для работы. Он вчера зарегистрировался после обеда. Вот, ну давайте все, всю планету прям облетели. Вот, значит, поехали. Также обращаем внимание, когда вы создаете эти странички, на оформление своих рабочих страниц, раскручиваться вы можете где угодно, как угодно, можете через нашу группу, у нас есть отдел для раскрутки страничек. Да, если вы не знаете, где этот отдел находится, просите в чате, мы вам обязательно все вышлем. Чат для коллег Фаберлик для этого и создано, чтобы вы задавали все вопросы. Если вам не ответили, да, вы задали, допустим, вопрос поздно ночью или очень рано утром, и никого еще нет в сети, никто не проснулся, задайте вопрос второй раз, не стесняйтесь и не обижайтесь, если вам не ответили первый раз. Такое бывает, это нормально, что кого-то из директоров, который дежурит за этим чатом, ну, он еще просто не проснулся и пропустил, да, ваш вопрос. Поэтому не обижайтесь никогда, дублируйте свои вопросы, добивайтесь ответа, мы очень рады вам помогать, потому что ваш рост – это наш рост, да, нам также выгодно, чтобы выросли, потому что чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатываем мы. Мы сейчас с вами должны очень-очень понимать, что на работе по найму станете вы директором, вас начнут подсиживать и хотеть ваше место занять, так ведь, согласны со мной? А если тут вы станете директором, то мы будем очень рады, да, получать 5% с вашей группы, поэтому мы будем безумно рады вам помочь вырасти. То же самое, вы будете очень рады получать 5% со своего новичка, когда он выйдет на доход 30 тысяч и станет директором, да, поняли? У нас, наоборот, проект такой, что он один за всех и все за одного, и нам выгодно вам помогать, нам выгодно за вас переживать, да, то есть не один раз в чате ответили, спросите у своего наставника, я тогда в шоке была. Ну, может быть, Лена, вы задали какой-нибудь такой вопрос, который нельзя обсуждать в чате новичков. Мы, допустим, шаблон переписки с заданиями не выдаем в чате новичков, а если кто-то выдаст, мы его ругаем, вот, вот. Ну, у меня много видео в Инстаграме создано, огромное количество, пожалуйста. Девочки создают, они там работают, у них есть рост, и я понимаю, что эти видео хорошие, правдоподобные. Также можно загуглить на Ютубе, как работать в Инстаграме, если вам не помогают видео из шаблона переписки обучающие, пожалуйста. Можете там что-то посмотреть, поэкспериментировать. Сейчас у нас с вами идет такой информативный век, когда даже если чего-то нету на проекте, вы это гуглите, и это вам все выходит, и вы обучаетесь, и спокойно рекрутируете, и работаете. Это тоже, в принципе, здорово, это тоже, в принципе, очень удобно. Да, вот. Меня в Инстаграме, ну, к сожалению, у меня сейчас нет телефона под рукой, я не подскажу, я его убираю подальше, чтобы он мне не мешал вести вебинары. Вот, значит, далее. Странички создаем. За неделю создали 28, за две недели уже очень много, да. То есть, и с этих страничек уже можно начинать рекрутировать, когда вы их раскрутите, да. Сначала одно-две дружбы, потом две-три, и потихонечку-потихонечку начинайте раскручивать. По совету мужа, который до сих пор рекрутирует в соцсетях, он сказал, что он пишет только тем, кто, как даже сказать-то, он пишет только тем, кто у него принял дружбу. Он может сделать, делать действия разнообразными. Что это значит? Это значит, что он может или послать видео-сообщение, или аудио-сообщение, или видео, или текст, да, или картинку может послать. Делает все по-разному. То есть, кому-то лайк, он не стопорится на одном и том же тексте, который висит у вас на мышке для рекрутинга, да. Вот, и, конечно же, текст видоизменяет, меняет русские буквы на английский и так далее. Вот, далее, значит, когда вы создаете страничку, вы можете создавать таким образом свои странички. Можете или взять на себя какой-нибудь псевдоним, да, то есть, придумать другую фамилию, или, но имя обязательно свое, иначе вы будете путаться, или вы можете, допустим, взять свое имя, свою фамилию по-английски, имя по-русски, имя по-английски, фамилию по-русски и так далее, да, то есть, там, свое имя, фамилию в скобочках, там, девичью, и все такое прочее. То есть, можно различными способами создавать различные странички, да. Вот, и все это будете вы, да, то по-русски, то по-английски. Конечно, очень отрицательно влияет, как вам даже сказать, такие названия, как Еленочка-цветочек, да, там, Виконька-конфеточка, да, и вот это вот все прям убирайте, это ничего не нужно, это не на бизнес. Это не на бизнес люди к вам придут, я не знаю, даже если они у вас примут дружбу, то серьезно они вас воспринимать не будут, да. Вот, это мы с вами обсудили. Обязательно показывайте несколько своих страничек наставнику. Наставник посмотрит, как вы понимаете, он заинтересован в том, чтобы у вас получился рекрутинг, покажите. Он посмотрит, скажет, все ли хорошо, все нет. Вот у меня почему-то новички такие умницы. Я, по-моему, из последних десяти новичков, которые активно остались в компании, активно рекрутируют, по-моему, одному только, у одного только попросила убрать видео. Все, видео там было какое-то грустное, да, там, задумайтесь о своей жизни, кто никак не вы под такую, знаете, музыку грустную, нудную. Я так, божечки, говорю, убери это видео. Это мотивация, я говорю, нет, это не мотивация, я говорю, это нытье. Говорю, настоящему лидеру ныть некогда. Он, говорю, идет, берет и работает. Вот, продолжаем, да, то есть модерация страничек, она очень важна. Если вы создадите страничку и сразу с нее вы разошлете 40 предложений дружбы в этот же миг, то, скорее всего, вас заблокируют, потому что это повышенная активность. Начинать нужно с них немножко, потихоньку. И обратите внимание на то, что работать со страничек надо раз в 3-5 дней, да, чтобы они отдыхали. То есть предлагать дружбу раз в 3-5 дней и потом заходить на страничку и отрабатывать принявших дружбу. Да, это можно каждый день. Вот, лучше всего предлагать в день со странички не более 7 дружб, а также слать друзьям, не друзьям, не более 15 картинок в сутки. Да, кто-то пишет, я 80 картинок шлю, нет, потом вам просто ничего не дадут посылать. Да, если вы будете слать много дружб, потом вам не дадут приглашать долгое время, да, и так далее, и так далее. Остальное, конечно, вы получите уже в видеоинструкциях от своих наставников. Пишите мне, теребите меня, вот, теребите своих директоров, в чатах пишите обязательно. Далее, совет. Чтобы создать много страничек, можно пользоваться онлайн-сайтами, где одноклассники стоят 5-8 рублей. Все ли про такие, про такие сайты знают. Онлайн-сим, смс-вк нет. Кто не знает, пишите в вышлем чате, будем рады выслать, будем рады помочь. Все знают, да. Ну, кто не знает, обязательно пишите. Также, вот, преимущество покупки сим-карт, то вы можете еще много чего насоздавать, да. То есть, допустим, создавая странички со своих сим-карт, вот, у кого-то 2-3 бывают своих сим-карты, да, вы также их не теряйте, тоже посоздавайте с них. А у кого-то есть, допустим, бабушки, дедушки. Я вот, допустим, когда пришла в Фаберлик, я взяла сим-карту у мамы и у папы, потому что им обоим по 80-му году, им уже никакие соцсети не нужны. Они их не хотят, они в них не сидят, да, то есть, у них простые телефоны, и я у них забрала эти обе симки, наделась я страничек и отдала им эти обе симки, да. То есть, вот так вот легко и просто я создала около, так, получается, 8-12 страничек, да, в разных соцсетях. По одной я насоздавала и получилось много. Тоже очень хорошо. На почте по 50 рублей. Тоже, Олесь, здорово, очень дешевые сим-карты, прям великолепно. Я тоже хочу. У нас, к сожалению, что-то больше не возят по 50 рублей, я бы с удовольствием купила. Вот, в этом сайте ничего не поняли. В каком сайте, Елена? Да, если вы создаете на симке, то, конечно, бесплатно дают огромный, очень здорово, и решат ценить таких людей, которые бесплатно тебе дают сим-карты. Это просто круто. Да, значит, далее заводим в каждой соцсети, в которой вы рекрутируете по брендовой страничке или для странички для коллег. Да, теперь вы поняли, для чего они вам нужны, потому что, когда вы начнете рекрутировать и работать, к вам будут регистрироваться покупатели, продавцы, люди, которые придут на систему управления весом, и люди по третьему варианту. И всех вам нужно будет где-то объединять. Вот, допустим, у меня есть страничка для коллег в этих же одноклассниках, да, и я туда с нее приглашаю всех людей дружить, да, своих, и как бы они принимают дружбу. Я уже буду знать, что вот мне на одну страничку для коллег будут писать, потому что страничек в итоге получается много, и искать, с какой странички, где вам задали вопрос, это еще ладно, это еще полбеды, это можно эту проблему решить. Ну, вдруг страничку заблокируют, куда лидер к вам обратится, езжели он не успел вас найти в скайпе, да, поэтому, ну, как бы страничку для коллег или группу для коллег, да, можно и группу сделать, да, то есть я вот уже объясняла, да, вы меня поняли, как я вам объясняла, дорогие коллеги? В аэропортах бесплатно дают. Я часто летаю, надо сходить, посмотреть, где там что дают. Плюсик, два плюсика, ну, хорошо, значит, поехали с вами дальше, да, то есть смотрите, я очень часто в последнее время начала со своих брендовых страниц или со своих групп делать посты на свои рабочие странички. Посты какие-нибудь мотивационные, хорошие, да, и вы понимаете, ко мне начинают приходить, заходить на мою основную страничку и уже туда мне писать, да. Я не в сети, но у меня вот такая суть связь между страничками, которые, в принципе, начинают работать на меня, вот, и это тоже здорово, посмеялись бы, да. Вот, далее, значит, конечно же, очень удобно в одном месте всех поздравлять и очень удобно, когда к вам люди, кандидаты на регистрацию, думающие заходят, а у вас там и поздравления, и команда у вас там, и ваш результат выложен, да. Да, никогда не стесняйтесь выкладывать того, что вы вышли на 3%, что вы стали вип-консультантом, да, никогда не стесняйтесь, все выкладывайте и про своих тоже, своих новичков поздравляйте. Далее, значит, соцсети у нас с вами капризны, да, могут заблокировать, и, конечно, странички для коллег мы с вами очень-очень бережем, чтобы они у вас никуда не делись, не заблокировались, то есть мы с них не рекрутируем. Лучше всего, если вам лидер пишет что-то, очень часто лидер говорит, я не буду скайпу ставить, я не хочу, ну и ладно, не устанавливая, я ему начинаю посылать приглашение через сообщество на вебинар, он может через сообщество мне этот лидер отвечать, я ему вышлю инструкцию, он дальше потихоньку изучает, работает, да, и вот там, допустим, в Вайбере он меня нашел, я через Вайбер его могу обучать, да, то есть это тоже очень удобно, всяко бывает, ну, конечно, в Вайбере меня можно три дня ждать, пока я отвечу, потому что я в основном в скайпе сижу, и в скайпе мне очень много людей пишут, да, когда я еще до Вайбера доберусь, вот, также наставник вам предоставит видео для работы, а шаблоны для работы, так, шаблоны я не скопировала, минуточку, да, вот это мои шаблоны для работы, но вы можете, конечно же, обратиться к своему директору, у каждого директора они свои, и у них свои данные под видео и так далее, и так далее, то есть эти видео в шаблонах, вы можете скачать, загрузить на свой канал YouTube и поставить свою ссылку под каналом на регистрацию, то есть обратите внимание, когда вы будете регистрировать, там другая ссылочка на регистрацию, поэтому лучше, конечно, рекоптинговые ролики на свой канал закачивать, да, вот. Константин, я говорю, что я Вайбер, я, если раз в три дня отвечу, то и то хорошо, то и то повезло, да, то есть я там не сижу, ни в Телеграме, ни в Вайбере, потому что, ну, очень много вопросов у меня именно в скайпе, потому что мы уже там привыкли сидеть со своими лидерами, вот, в скайпе есть такая волшебная кнопочка, как демонстрация экрана, и, конечно, ни перепиской, ни простым звонком, даже видеозвонком, иногда проблему бывает не решить, а в скайпе лидер, у которого что-то не получается, включает демонстрацию экрана, и вуаля, я вижу, куда человеку надо нажать, и за три минуты проблема решается, иногда за полторы, да, конечно, Вайбер, да, Ватсап, все, все это есть, находите, пожалуйста, да, находите, все есть, далее, значит, как разложить свою работу по полочкам и не запутаться в количестве страничек, это видео тоже есть, сейчас, минуту, то есть, все мы с вами выслали, все мы с вами обсудили, также мы с вами можем всегда смотреть, что мы работаем с 31 страной, когда мы с вами нажимаем вот на такой вот флажочек в своем личном кабинете, очень все легко и просто, и вы будете знать, сотрудничаем мы с этой страной или нет, можно регистрировать человека или нет, далее, вот как раз-таки наши правила нового построения, самое главное, что мы с вами должны понимать, что мы работаем со всеми странами, у нас международный проект, у нас нет никаких преград в построении, то есть, в одной цепочке мы сможем с вами построить, к примеру, тут Украина, тут Россия, тут Таджикистан, тут Казахстан, да, допустим, тут Киргизия, да, то есть, тут опять Россия, пожалуйста, вы можете как угодно строить, да, там, допустим, уже Белоруссия внизу пошла, и вы без всяких задержек будете получать свои выплаты, то есть, вам не нужно в соцсетях при рекординге определять, какие фильтры выставлять, вы можете просто работать без всяких преград, да, вот это тоже надо обязательно понимать, и, конечно же, продавцы, покупатели, управление весом, работа в интернете, их всех можно регистрировать или в цепочку, или под последнего активированного человека, да, далее, значит, есть такие люди, которые говорят, вот, я сейчас выстрою веточку, а вдруг кто-то уйдет, и мне денег не достанется, я не знаю, откуда это все пошло, дорогие коллеги, но, смотрите, допустим, вы работаете, вы вырастили крепкую свою структуру, и вдруг кто-то из лидеров не делает заказ, и он активировался, так вот эта нижняя структура передается автоматом, ее не нужно отслеживать, она у вас никуда не потеряется, все у вас хорошо, даже если этот лидер все это время не делал заказы, то вы со всей глубины, будь там хоть 20, 30, 50, 150 человек в глубину, вы будете получать свои деньги по своему процентному уровню, если у вас правильное построение. Я думаю, с сегодняшним построением вы разобрались на вебинаре, а кто не разобрался с вебинаром на Ольге Пениной, значит, вы отсутствовали, пожалуйста, посмотрите запись. И, конечно же, чтобы новичок ваш пошел по системе турборост, вы не поверите, я пишу очень обычное, простое сообщение, или отправляю аудиосообщение, или отправляю как раз-таки видеосообщение, да, то есть, то есть, когда новичок готов сделать заказ, я его тогда регистрирую. Почему? Потому что, в принципе, вы, даже если вы его зарегистрируете, вы не сможете про него никого провести, вы его пожалеете, зарегистрируете, да, скажете про заказ после регистрации, а смысл, а если у вас еще одна регистрация будет в этот день, куда вы будете регистрировать, так ведь? Вот, так и пишем человеку или говорим, что для того, чтобы я смог или смогла под вам помогать строить совместную веточку, вам надо активировать свой номер минимальным заказом. Вот это вот простая правда, и люди, ну, практически все делают заказ, а кто не делает, начинаешь объяснять, созваниваться, если лидер не понимает, значит, это не ваш человек, почему не ваш, если он не может понять и не хочет понять, ну, пусть ходит в магазин, порошок ему все равно нужен, какая разница, где он его купит, в Аберлик или в магазине, ну, вот не понимает человек, да, разницы. Поэтому, когда вы находите свою первую регистрацию, вам нужно посмотреть подробную инструкцию, как регистрировать человека, что ему высылать до и после регистрации, у нас с вами есть вебинар, да, потом, значит, когда вы ведете, конечно же, вы можете только под активировавшегося человека регистрировать людей, да, если он не успел в течение суток активироваться, обязательно его отодвигайте, иначе у вас просто ветка встанет, вот. Да, самое главное, после регистрации мы добавляем с вами людей в чат командный обязательно, познакомить с вышестоящими наставниками, а после регистрации подписываем на рассылку для зарегистрированных, да, это все есть в инструкциях, прям в текстовом виде, вот мне начало пишут, а не у меня регистрация, что делать, я пишу, поздравляю, и вот такую петицию, куда подписать, что выслать до регистрации, что выслать после регистрации, видео, как провести регистрацию, в общем, все, от и до. Если вы один раз эту информацию изучили, вам будет легко и просто в следующий раз уже регистрировать нового человека. Если вы ее плохо изучили, вы будете каждый раз путаться, вот, честное слово, ей-богу. Где эта инструкция? Лилиана, я не помню, давала ли я тебе шаблон переписки с новичком, если у тебя свои новички, мы с тобой недавно познакомились, вот, поэтому отпишись мне, пожалуйста, в личку, если я тебе его не давала, а если давала и ты его не изучила, вот тогда, конечно, да. Отпишись, мы с тобой решим этот вопрос, вот. Если он говорит, что он сделает, но потом сдувается, он, как бы, ваша совесть чиста, потому что вы уже, он уже предупрежден, что он делает в течение суток, если он не сделает, понятно, что вы его в бок отодвигаете, то есть, там уже, как сказать-то, его проблемы-то, он предупрежден, вы отодвигаете и спокойно строите дальше свою структуру. Верните, please, слайд. Вот этот слайд. Аня, что делать с людьми, которые спрашивают информацию и потом не дают, не информацию, просто молчат? Вот, а, вы им скинули, допустим, видео по работе через интернет, да, они интересовались, а потом они молчат. Да, ну, во-первых, или люди решили, что это не их, но вам нужно делать обратную связь. Вот в этих шаблонах сообщений есть, минуточку, не то уже, да, у меня на мышке, в этих шаблонах сообщений есть то, что пишу именно я, потому что я их самостоятельно. Если человек вам уже и после них не отвечает, если ничего не работает, то смысл вы можете, пока вы на этого человека тратите, 10 настоящих хороших найти. Я вот, допустим, понимаете, у меня нет принципа уговаривать. Мы с вами работодатели, да, очень много людей приходит к нам на проект и реально становится директорами, с очень хорошими выплатами. Их выплаты превышают выплаты на работе по найму. И понятно, что очень много лидеров рады этому. И я считаю, что мы с вами работодатели, они будут решать, захотят ли они у вас стать директором, не захотят ли, да. То есть все равно нужно немножечко понимать, что вы даете людям хорошую возможность для хорошего заработка. Так ведь? Вот. Просто идем, ищем других. Вот. Слайд вернула. Я думаю, можно перелистнуть. Далее, значит, человек, пришедший к нам работать по третьему варианту, уже, конечно же, пусть обязательно находит вас в скайпе или в телеграме, где вы там, у вас какие чаты, да. Ого! Как это так? Сейчас, секундочку. И не дает зайти? Я спокойно зашла. Очень все у меня хорошо и понятно. И как будто бы и нету никого в нем. Я зашла. Зашли, да. Ну, просто, наверное, ну вот смотрите, да. Все разом зашли, вот и, наверное, получился сбой. В принципе, это нормально для Google Диска. Это все, в принципе, нормально. Так, поехали с вами дальше, дорогие коллеги. И, значит, смотрим. Что-то я разлохматилась. Вот. Когда новичок вас не хочет найти в скайпе, обязательно говорите, что камера, микрофон не нужны в скайпе. Мы просто переписываемся в скайпе. Я могу вам звонить, и вы можете просто слушать, да, чтобы вам было удобно, да. То есть вот таким вот образом. Все нормально, да. Все хорошо, спасибо. А то я уже заволновалась, куда пропал мой шаблон. Далее. Конечно, дорогие лидеры, вот тут самая сила того, что вам нужно обязательно новичков, которые еще вот только-только к вам зарегистрировались, обязательно приглашать на вебинар. Не пригласили новичка на вебинар, не ждите, что он у вас будет расти. Он не увидит команду, он не увидит проект. Очень много лидеров отделяются в чаты, где все сидят, молчат, никого нет. Лидеры не понимают, чего это они тут вообще делают. Они не видят массу людей, которые на самом деле работают, которые на самом деле зарабатывают. И хотя бы на вебинарах мы видим таких же людей, как и мы. И, конечно, очень важно звать новичков. Это, во-первых. Во-вторых, когда мне в личку после моего вебинара спрашивают, Ань, расскажи, что было вчера на дневном вебинаре, на вечернем, и вот ты сегодня еще вебинар вела, тоже нам расскажи. Вы же должны понимать, что в двух словах я это не скажу. Да, в структуре очень много работающих человек, да, и если, допустим, человек 100 из них задаст этот вопрос, ну, просто смешно, да. Смотрите записи или ходите на вебинары. Это очень обязательно. Если зовешь, но не ходит. Ирин, значит, лидер не замотивирован. Ты когда с ним делаешь первый созвон после регистрации, ты рассказываешь, что мы с вами идем на директора. В какие сроки вы хотите выйти на директора? Нужно вот это обязательно проговаривать, спрашивать. Хорошо, мы с вами будем обучаться. Если лидер расстраивается, что будущий директор, да, расстраивается, что ему надо обучаться, ну, извините меня, на медиков вообще 7 лет учатся, и сидят на маминой шее пока учатся, так ведь? Или они не совмещают вечерний, зарабатывают, еще и оплачивают это обучение. Как? Чтобы хорошо зарабатывать, нужно хоть что-то знать. И нужно это объяснять. Нужно это обязательно объяснять, и тогда все будет у тебя отлично. Или вот, допустим, твой лидер пропустил вебинар, ему нужно обязательно прочитать лекцию, что он пропустил вебинар, и как он теперь будет расти, если он не знает этого материала, он вообще серьезно ли настроен, хочет ли он стать директором. Я вот, допустим, когда стала директором, я поняла, что это не только серьезный заработок, это еще гордость моих детей за меня. Когда ребенок бежал, кричал, мама, мама, там я тобой горжусь, ты у меня мама, у меня директор, мама, вы знаете, для меня это была такая награда, моя дочь мне гордится. Я реально шла домой, я чуть не ревела. Поэтому затаскивайте новичков, если уж они совсем не ходят, и записи не смотрят, и вопросы по просмотренному не задают. Ну, Ирина, опять-таки, это проблема у многих, и что не секрет, что начинает работать каждый пятый-десятый человек, остальные остаются покупателями в проекте, и это нормальная статистика, нормальная, что люди не ходят. Я не знаю, не все у нас, допустим, мы идем с вами по улице, мы зашли в магазин, кто там есть, да? Там есть уборщица, там есть кассир, там есть продавец, там есть грузчик, там есть администратор, там есть заведующий. Так ведь? Смотрите, сколько вакансий, сколько специальностей. Идем дальше, идем по улице. Вот, пожалуйста, водитель газели, таксист, да? То есть огромное количество, куда... Зайдите на завод, там, боже, что мы, электрики, сантехники и так далее, и так далее, да? Те люди, которые делают ремонт, те люди, которые сидят за баранками, да, автомобилем. Им это нравится, их это жизнь, да? Кто-то любит быть успешным, да? Кому-то нравится работать дома, у кого-то есть детки, но кто-то, наоборот, говорит, я не могу столько сидеть, да? Я не могу столько сидеть. Поэтому у всех по-разному. Вы просто вставайте на место людей и понимайте, что не все, кто у вас зарегистрируется, пойдут по вашим стопам, потому что все мы разные, да? То есть я вот, допустим, люблю кофе с молоком, а у меня муж ни за что-то кофе пить не будет, и говорит, фу, пакость, да? То есть, а вот мы вместе живем, да? Вот поэтому делайте выводы, и не надо каждого, допустим, человека, который у вас не захотел обучаться, брать на себя, что вы что-то сделали не так. Да, если вы привели 100 человек на людей, извините, 100 человек к себе в команду, и никто из них не работает, конечно, наставник тогда должен вас проанализировать, что же это такое и как это понимать, да? Почему у вас такой результат? А если вы зарегистрировали двух людей, и оба они, к примеру, оказались неактивными, то это обычная нормальная статистика, и ничего страшного в этом нет. Всем ли все понятно, я объяснила, дорогие коллеги? Вижу, плюсики пошли. Итак, с чего же начинается наша работа? Нужно обязательно знать самое главное. Через 2-5 дней работы рекрутинга новички начинают жаловаться все на одно и то же. Конечно же, поставьте цифры, с чем из 5 пунктов вы сталкивались, и с чем из 5 пунктов вы переживали. Еще минут, наверное, 15 вебинар пройдет, и уже подойдет к концу. Я вижу, что я опять разболталась, веду его долго, прошу прощения. Пятое, да, не умею обучать людей. Первое, третье, четвертое, да, то есть люди не работают, люди не делают заказы у кого-то, да, смотрю, люди мало регистрируются, блокируют странички, я не умею обучать людей. Вот смотрите, я сейчас работаю с огромной группой людей, с огромной группой людей, да. Кто-то не может найти ни одной регистрации, а у кого-то по 50 регистраций в каталог. Кто-то не может рассказать новичку про привилегии, чтобы он сделал заказ, а у кого-то все делают заказы, да. Вот вы знаете, у каждого барьерчик внутри себя свой, да, и у каждого может что-то получиться, что-то нет, и это нормально, да, поэтому мы с вами ходим на обучение, вот. Итак, давайте же поговорим, у меня не работают люди. Я вам хочу сказать, что это, сетевой маркетинг, это немножечко принцип, как вам даже сказать, качественного конвейера. Что это подразумевается? Во-первых, у нас с вами должен быть всегда выставлен приоритет одна регистрация в день, то есть мы с вами все учимся рекрутировать минимум одну регистрацию в день. Если у вас это получилось, это просто замечательно. Примерно каждый третий, пятый у вас становится активным. И если вы эту одну регистрацию в день, вы с ней созвонились, познакомились, вы позвали на вебинар, вы обучаете по шаблону, вы рассказываете про подарки, вы подписали на рассылку для зарегистрированных, вы добавили в чат для коллег в Фаберлик, то есть у него есть подстраховка, вас нет на месте, да, вы добавили в чат совместного построения и добавили в группы для коллег в Фаберлик, то что у нас получается. Вы сделали для него все, и вы ему позвонили, рассказали, что компания у нас официально легальная, доходы у нас с такого-то уровня будут белые, мы с вами растем, давайте с вами поговорим обо всем, давайте с вами, я вот вас сейчас добавлю в чат для коллег в Фаберлик, вы можете там писать вопросы, я вас там познакомлю с вышестоящими наставниками, вот вам пошлю контакты, да, буквально 15 минут звоночек, показаться, что вы живой обычный человек, да, то есть просто вот 15, у кого-то 10, у кого-то 5 минут есть, да, то есть звоните, общайтесь, рассказывайте немножечко о себе, вы знаете, когда вы о себе рассказываете, вот я, к примеру, иногда звоню, говорю, привет, меня Аня зовут, да, мы с тобой уже знакомы, вот у меня есть двое деток, дочки там старше 16 лет, младше скоро 4 года, они, да, вот у меня там два сына наоборот, и все, у нас уже есть о чем поболтать, и уже атмосфера стала легкой, как вы думаете, что дает вам звонок? Самое главное, что вам дает звонок? Никто не ожидал, что я спрошу, и никто не знает, что ответить, да? Доверие, контакт, да? Смотрите, мы с вами все работаем в интернете, мы с вами зарегистрировали человека издалека, да, вот я, допустим, с России, я зарегистрировала девушку, ну, вот вчера из Казахстана у меня была девушка, да, и она вот так на меня, да, вот что-то она откуда-то меня нашла, да, выковырила, да, и, конечно же, когда я ей звоню и с доброй душой представляюсь, рассказываю, говорю, без разницы уже, что я говорю, человек интуитивно расслабляется и понимает, что я не прячусь, я рассказываю о себе, я рассказываю о системе работы, о своих результатах, когда я была на 6%, я рассказывала про 6%, я была на 15%, я рассказывала о 15%, на 15% я не была, я с 12% на 19% перепрыгнула, прошу прощения, завираюсь, да, то есть, когда я вот была на 19%, я была на 19% и так далее, и так далее, да, вот я это все рассказывала, да, то есть, все показывала. Ничего страшного, Лена, такое бывает тоже, я говорю, что активные не все, если это только иногда, то это нормально, иногда оно должно быть, зато опыт общения, люди разные, не надо, если у вас один человек у вас перестал работать, не надо искать ошибку в себе, может быть, ошибка в нем, я вам на самом деле сейчас говорю, что в интернете очень много людей, которые реально хотят зарабатывать, реально хотят стать успешными, реально хотят путешествовать за счет компаний в разные страны мира и получать хорошие деньги, и эти люди есть, и их очень много, и компания наша это дает, поэтому ни за что не переживайте, вы дарите колоссальные возможности всем, кто к вам пришел, а если они этим не воспользовались, то это не ваши проблемы, это их проблемы. Аня, я уже забыла давно. Итак, далее, значит, расскажу я вам про свою сейчас личную статистику, как она есть, значит, у меня работает каждый третий или четвертый человек, остальные непонятно, зачем пришли, некоторые дадут данные, через час уже молчат, не отвечают, зачем ты дала данные, да, то есть, ну, непонятно. Бывают, бывают такие инциденты, бывают и у меня, хотя я уже кого попало не беру, но все равно проскакивают, понятно, новичок на родостях бежит сразу регистрировать, не разбирается, да. Также, очень часто бывает, что делают заказы каждый третий, пятый зарегистрированный, это тоже хорошая статистика, это нормально. Верх искусства, это когда у нас в структуре появился директор, я уже тогда, по-моему, была золотым директором, и активность структуры у этого директора была и сейчас, кстати, до сих пор 50%, это каждый второй зарегистрированный делал заказ, мы все там упали, мы 10 раз ее структуру пересмотрели, да как у нее так хорошо получается, пошли спрашивать, она говорит, Анюта, я рекрутирую, говорит, на теплом рынке, у меня, говорит, свой офис, и я, говорит, сейчас открыла свой офис, я в свой офис приглашаю людей, так и то, работая с глаза на глаз, вот показывая каталог, показывая себя, и то каждый второй только делает заказ, поэтому это нормально. И не бойтесь говорить до регистрации заказа, и слава Богу, если этой пустой регистрации не будет, минус единичка переписи населения, у вас получится, да? Я с перепугу согласилась, но не пошла. И такое бывает, но скайп-собеседование, это, как вам сказать, я бы тоже это восприняла, да, как наезд скайп-собеседования, да, вот я себя ставлю на место, когда я пришла, я бы предпочла просто созвониться, познакомиться. А можно я вам позвоню, мы познакомимся, или когда вам будет удобно, лидер говорит, ой, мне сейчас некогда, ой, я вам тогда видео запишу, я прямо в интернете записываю видео, человек расслабляется, меня находит. И очень часто после наших созвонок, еще после чего-то, меня люди начинают называть Анюта, Анечка, да, они уже не обращаются, там, Анна, мне нужна ваша помощь, да, они уже мне пишут, Анют, привет, как дела? У меня вот такой вопрос, ответь, пожалуйста. То есть уже все, понимаете, отношения становятся более человечные в разы после созвона. Прямо вот на глазах человек меняется, хотя вы тратите 10 минут своего времени, но это время вы вкладываете в бизнес, да, то есть у нас получается бизнес информационный, мы должны с вами доносить информацию до людей верную, правильную, да. Вот. И, конечно, если у вас есть странички, у вас готовая база для работы, у вас все замечательно, выходите на вебинар, вы знаете, что говорить, как говорить людям, у вас нету самих сомнений внутри, да, все же я вам хочу сказать, что вы должны начать себя со своей головы, потому что все люди, которые пришли, пришли с нуля, и нету таких людей, у которых ничего не получилось, если они реально работали систематично и ежедневно. с тобой она, ну вот, вот, начинается, мне всегда так говорят, но это же ты, а вот у меня так не получится, я тоже начинала с нуля дрожащим голосочком. Когда я на 6% ввела свой первый вебинар, я посередине вебинара выключила ноутбук, я помню, даже вот серебряный директор Дашенька Пахильчук на том вебинаре была, у меня было всего 6 новичков, вы знаете, как я боялась вести, у меня коленки вспотели, у меня руки тряслись, знаете, какой-то страх вести вебинар, а сейчас у меня такое чувство, вот я, вот тут у нас доченька болела, да, то есть мы уже выздоровели, все хорошо, мы так сильно изрядно по температуре, и вот вы понимаете, я не вела вебинара дней, наверное, 5, у меня ничего-то не хватает, мне не хватает команды, мне не хватает проекта, у меня началась какая-то депрессия, потому что я уже люблю проекты, это уже жизнь моя, да, понимаете, вы уже жизнь моя, у меня нет такого, что вот я не хочу сейчас, это вошло в привычку, это вошло в образ жизни, помогать, если я добилась какого-то результата, я переживаю за тех, кто еще не добился, кто хочет стать успешным, мне хочется дать какие-то советы, еще что-то, да, то есть меня уже несет, да, когда у человека есть результат, его несет, и понимаете, у вас тоже будет самое, когда вы придете к своему первому результату, откроете звание директора, вы поймете, как у вас откуда-то появилось много энергии, вы поймете, что у вас намного больше денежка на расчетный счет приходит, вы поймете, что родственники, в которые вас сомневались, уже будут утерты этой денежкой, да, вот как я маме пришла, так раз, пересчитала так перед ней, вот говорю, моя деньгана, ну и что, через полгода еще одну сумму ждать, да, что опять будешь полгода тыгаться за свой тридцатник, я говорю, нет, нет, говорю, каждые три недели теперь буду, вот я и ходила, сколько раз показывала, пока она мне не поверила, да, вот даже как бывает, понимаете, не все верят, и не все в вас верят вокруг, да, конечно, в вас верит только ваш наставник, вот, сетевая ломка, можно и так назвать, конечно, да, ну, конечно, если вы рекрутируете, давайте перейдем обратно к теме, да, самореализация, она очень важна и очень нужна, и, конечно же, мне она вот очень много в жизни дала, когда я понимала, что все зависит только от меня, и я была очень рада, да. А почему Хадижа? Не поняла шутки. Ну что ж, давайте. А, имя, все, поняла. Вот, значит, посмотрим с вами сейчас дальше, да, то есть охват 300 человек в день. Поначалу я этот охват начала делать, хотя бы делать часов в пять, да, ну, потом как-то 2-3 часа, и охват получается. Он начинает получаться быстро, если у вас войдет привычка это делать. То есть самое главное, ежедневно, систематично. Допустим, в воскресенье вы отдыхаете, а 6 дней в неделю вы делаете охват по 300 человек в день. Самое главное – это рекрутинг. Что бы ни было, это рекрутинг. Очень важно именно приводить постоянно, постоянно, постоянно. Никто за вас людей к вам в команду не приведет. Даже если наставник под вас будет регистрировать людей, у вас будет одна ветка. С одной ветки вы получите мало, вам все равно надо вот 2-3-4, чтобы стать, да, драгоценным директором, рубиновым, золотым директором, да. Вот. Тысячу охват. Есть люди, которые делают, но у них, конечно, уже и по 3-4 регистрации в день. Они не работают на работе по найму, да. Это вот в основном такой охват могут сделать мамочки в декрете, которые живут с родителями, да, у которых там, допустим, мама взяла дочку погулять, и вот они сидят и делают охват спокойно, да. Вот, да, есть такие люди, есть такие прям звездочки на нашем проекте, да. Просто быстрее выйдите на результат. 300 человек – это минимально, можно сделать и 5 тысяч, допустим, да, человек. Как ведь хочется. Далее, если у вас из ежедневного охвата в 300 человек 1-2 регистрации, обратите внимание, что вам все же 298 человек отказало, может кто-то нагрубить, может еще что-то, да, 1-2 регистрации, то все у вас идет отлично, и все у вас идет нормально, да. Не зря вы в себе, и зря вы в себе сомневаетесь. Если же у вас, вот как вот, да, вы охватили тысячу человек, и у вас нет ни одной регистрации, бегом к наставнику. Нечего копить негатив, пишите, что у меня не получается. Бегом, бегом к наставнику. Так, вот, значит, далее. Если вы рассказали, конечно, вот как раз-таки, да, вот это моя фишечка. Я очень люблю спрашивать людей, которые не хотят делать заказ. Я реально, я не понимаю людей, которые идут в магазин, покупают вот эти вредные фосфатные порошки, и не понимаю, что тут на самом деле их заказ обходится им немного дешевле, и он на самом деле по-настоящему выгодный. Да, мы об этом говорим, мы об этом рассказываем, но он правда выгодный, ведь согласны вы со мной, да. Вот, конечно, обязательно спрашивайте, если вы в магазине купите на тысячу, две, три, дадут ли вам один, два, три, четыре подарка, да, сделают ли вам 20% скидку. Иногда люди начинают, как вам даже сказать, иногда люди начинают, они сначала могут сказать нет, а потом на следующий день говорят, да-да, я сделаю заказ, я подумала, или смотрите, они молча заказ оплатили, да, то есть тоже такое очень часто бывает, что смотришь, о, у него заказ оплаченный, простите, уже заговаривают. Ну и далее с вами поехали. Если вы боитесь обучать своих новичков, не умеете обучать своих новичков, то вот, вы знаете, по третьему варианту есть целый шаблон переписки с новичком. Вот то, что я вам сейчас скидываю, это обычное шаблонное сообщение для общения с людьми в соцсети. А то, что вот шаблон переписки с новичком, это вещь, и там 22 задания, вот лично в моем, да, для ваших людей, да, для ваших новичков, то есть с первого, как вы знакомитесь, что вы ему отправляете, куда вы его добавляете, вводный курс, с чего начинается наша работа и так далее, и так далее. Как создавать странички, там 5 видео, как рекрутировать в Одноклассниках, 5 видео, как в ВКонтакте, 5 видео, как в Инстаграме, там пару видео, как рекрутировать в Фейсбуке и так далее, да. То есть вы, сами не изучив этот шаблон, вы можете в легкую копировать оттуда весь текст, какой вам нужен, и обучать своего новичка. Допустим, там есть видео, да, допустим, там есть сверху все шпаргалки, все акции, все программы, какие есть, видео на все акции. Вам будет легко и удобно обучать, и даже если вы чего-то не знаете, знайте, что в этом шаблоне на 100% достоверная информация на все темы, и новичок вам, допустим, задал вопрос про интернет-магазин. Вы идете, крутите колесиком, смотрите интернет-магазин, скопировали, новичку послали, новичок пошел смотреть. Все! А вы про него до сих пор не знаете, да, к примеру. Вот даже такое бывает, понимаете. У нас готовая система для обучения, да, готовая система для рекрутирования. Это получается-то, что все готово, уже создано. Вы можете зарегистрировать три регистрации и просто запомнить, если эти три регистрации у вас идут на обучение, кто на каком задании остановился. Все! Вам только это надо. Написали в бумажку, допустим, да. Вот. Задера Анастасия остановилась на втором задании. Завтра спросить, получилось ли у нее его выполнить, да. Ага. А зяблицевая любовь остановилась на шестом задании. Завтра есть кинуть седьмое, и спросить, все ли по шестому понятно. Поставьте плюсики. Остались ли у вас какие-то сомнения по обучению? Потому что очень много людей реально боятся бояться, обучать новичков, думая, что у них не получится. Вот на самом деле у меня, я тоже думала, что не получится, я тоже переживала за своих новичков, которые не так и много знают поначалу, да. И вот мы вышли с помощью вот этого вот обучения на, прямо на новый уровень роста. Когда все готово, вы можете рекрутировать и знать, что у вас обучение готово. И это здорово, да. Это здорово. Кому что-то непонятно, пишем своим директорам, своим наставникам в личку. Это очень важно задавать все вопросы. Я вам, конечно, рассказываю только общую тему. А все мелочи вы уже можете разобрать, конечно же, сами со своими наставниками или в чаты для коллег в UberLeg пишите. Конечно же, когда наставник вам дает шаблон переписки, некоторые новички начинают хитрить, что это я буду копировать, вставлять. Они берут ссылку на шаблон переписки и вновь зарегистрированному человеку могут прямо в соцсеть бабахнуть. 100% человек пропадает, потому что там очень много информации, которую нужно давать постепенно. Поэтому уж вообще тогда можете этого человека не регистрировать, если уж вы с ним так сделаете в итоге. Да. Поэтому мне сразу всю информацию, все шаблоны Аня скинула. Ой, наверное, это Антон. Антон Аня не могла этого сделать никогда. А, Дахсвет, ты же сразу нашла регистрацию. Вот в чем суть-то. Мы тебе на второй или на третий день уже отдали шаблон, чтобы ты обучала. Да, я уже на 15% и не знаю о шаблоне по третьему варианту. Ой, я даже не подскажу. Ну, может быть... Кстати, у Тани Сафроновой вы пишите, вы подписываете человека, он выполняет задание, пишет, что выполнил, ему приходит второе. Там, по-моему, что-то автоматическое было создано. Я вот точно не помню. Угу. Угу. Нет, в чате я не даю эти ссылки. Я даю их только после регистрации по третьему варианту, когда вас лидер находит в скайпе. Там реально объемная информация и очень много. И у каждого директора, понимаете, он свой. Если я вас сейчас дам свой, вы запутаетесь потом, по какому обучать. Понимаете, в моем шаблоне и мои данные, и мой скайп, и все мое. И меня начнут находить все, кому не лень. А проект уже 60 тысяч человек. Вы должны понимать, что если я вам дам свой шаблон, меня просто заклеют вопросами, и я просто не справлюсь с ответами. Так ведь, дорогие коллеги? А мне бы хотелось и погулять, сходить, и ребенка поцеловать, и вебинар провести. Да, поэтому, да, делайте мне скидочку. Я, конечно, свой шаблон даю только своей команде, только своей ЛГЭ. У каждого директора он свой. Тут уже обижайтесь, не обижайтесь. Просто проект разросся за 2,5 года до таких размеров, что если каждый задаст по одному вопросику, то их получится 60 тысяч в день. Поэтому, да, дайте мне скидочку на это. Вот, далее, значит, как работать, чтобы вас не блокировали? Создаем по одной страничке в каждой соцсети. Блокировки вам не избежать, это ваш рабочий материал. Поэтому даже не думайте расстраиваться, если вас заблокировали. То есть, но старайтесь соблюдать лимит. Начинайте потихоньку работать. Меняйте сообщения, меняйте тактику подхода к людям, меняйте еще что-то, да, и, конечно, имейте всегда резерв запас. Вот у вас, допустим, есть 20 рабочих страничек, наделайте 20, их не трогайте, да? А, это мой рекномер, да? Наделайте 20 страничек и не трогайте их. Пусть они у вас будут, если вдруг первые 20 заблокируют, то вторые 20 вы достаете, да, так, грубо говоря, из резерва заначки, да, и начинайте с них работать. У вас рекрутинг не встает. Вот так ведь? Вот, поэтому обычно, вот, знаете, я уже полгода работаю. Муж, да, муж рекрутирует полгода с 10 страниц раз в 5 дней. Я вам хочу сказать, что он и меняет текст, и меняет ссылочки через сократитель ссылок, фотографии везде разные, да, меняет коды картинок, изменяет немножко формат через обычный поинт, поверпоинт, да, программка есть, да, и как бы, вот, вы знаете, не блокирует странички, но может там 1, 2, 3 за месяц заблокирует, но для меня это такая мелочь, их создать буквально одну секунду. Марина, я не могу сказать точно количество, но не менее 50, это точно. Можно народ понабирать, да, вот, на самом деле, я вот вчера сидела, думаю, вот, я вчера не создала себе резервную страничку, думаю, создам сегодня одну. Вот, я взяла, создала, мужу скинула логин, пароль, он ее, хоп, в папочку положил, логин, пароль у него есть, все, он уже знает, что у него есть еще одна страничка. Я ее оформила, фотками там оформила, все покрасивее сделала, попредлагала дружбы немножко людям, да, там 5-10 дружб я предложила, и все, я ее больше не трогаю, отправила, да. Да, нужно, конечно, чтобы странички были раскрученные, но как бы не обязательно прям сильно много. Мы иногда начинали работать со странички, на которой всего 5-10-15 дружб, и вы знаете, нормально идут регистрации, самое главное уметь общаться, уметь разговаривать, быть мобильными, никогда никому не грубить. А вот вы знаете, у меня был случай, когда мне женщина реально очень грубо послала. Я ей тогда сказала, я, конечно, тем же вам не отвечу. Я говорю, желаю вам стать счастливым, чтобы вас не тянуло на грубость. Я тогда ей, грубо говоря, ну, подколола ее, да. Вот, а она через пару дней пишет, Анна, извините меня, пожалуйста, я больше так не буду, мне стало стыдно. Вот я ей так ответила, да, я ей не нагрубила, да, в ответ. Она мне так ответила, и вот вы писаете, еще прошла неделя, она у меня зарегистрировалась. Мне было так приятно. И, ну, как бы я ее, на нее не злилась, я ее простила. Вот. Нет, третья часть не будет, потому что два слайда осталось. Да, проблемы в личной жизни. Это бывает и бывает часто, да. Конечно, для выводов, получается у вас или не получается, да, стать директором, нужно минимум 3-4 часа работы в день, активного рекрутинга, минимум от 2 до 3, то есть вы сели, и только 2 часа вы рекрутируете, не меньше. Если вы рекрутируете полчаса, а полтора разглядываете картинки, все, это не рекрутинг, все. Да, будьте честны перед собой, перед своим бизнесом, перед своим результатом. Да, как обычно говорят, я поразглядывала сегодня картинки, поразглядываю еще завтра картинки. Смотрим, а тот, кто пришел позже, у вас уже на звание выше вас. А как так получилось? Проигрываем, да? Проигрываем, дорогие коллеги. Все равно должен быть какой-то спортивный интерес, да, стать директором. Это не только выплата, это еще и престижно. Поэтому стремитесь к этому званию как минимум. Поэтому стройте свою структуру ежедневно, систематично и не менее трех месяцев. Да, вот. Также, если человек зарегистрировался и не сделал ни одного заказа с момента регистрации, то на четвертый период его терминируют. И предпоследний слайд. Перерегистрации в компании запрещены, прямые родственники тоже запрещены. Если, допустим, вы зарегистрированы, то, допустим, вашей маме, папе, вашему папе, вашей маме, бабушке, дедушке, братья, сестры, то есть только прямых родственникам, они не имеют права регистрироваться больше нигде. То есть они идут уже как ваши наследники. Да, то есть наш номер передается по наследству. И они наши как бы уже наследники идут. Перерегистрации запрещены. Если у вас случилась в вашей структуре перерегистрация, повторный номер человека или еще что-то, вы избежите штрафов, наказаний и предупреждений, если вы сами напишите в обратную связь, что у меня случилась нечаянная перерегистрация, прошу удалить у меня человека. Он скрыл от меня, что был ранее зарегистрирован. Его удаляют у вас, он возвращается туда, где он был. Все, вы перестрахованы. Невыгодно делать перерегистрации, потому что, когда ваш лидер перерегистрированы будут открывать ИП, это выяснится, его все равно удалят. Да, как бы, ну, невыгодно просто. Ни вам, ни ему, никому. Вот. Ну и, конечно, дорогие коллеги, вопросы задайте, пожалуйста. Давайте я вам сейчас, во время вебинара, да, под вебинар рекрутировать, да. Так, я надеюсь, никакие вопросы я не пропустила. Вот смотрю вверху 6. 6 вопросов. Создала странички, она приглашала людей, но все меня откидывают. Может, я что-то делаю не так. Пусть ваш наставник, Елена, посмотрит, как оформлены ваши страницы. Скорее всего, может быть, что-то вы оформили, что-то там есть отпугивающее, или в вашей ленте есть какой-то негатив. Вот это все надо убрать, и все у вас будет нормально. Ань, что писать человеку до реги по поводу... Так, это я уже ответила. Если у меня рега и у новичка, что делать? Не регистрировать, а ждать... Вы знаете, можно подождать, Олесечка, а можно сразу сказать. Вот, вы знаете, у нас сейчас такая ситуация, сможете ли вы прямо сейчас активироваться? Мне нужно под вас регистрацию провести. Так получилось, что вот две регистрации подряд, и я могу под вас сразу же провести человека. Вы желаете? Ой, как они мгновенно... Активируется мгновенно, понимаете? Прям очень хорошо работает. Вот, так далее. Ань, что писать человеку до реги? Так, если у меня... Что-то у меня перекрутилось. Запись будет. Все хорошо. Фейсбук. Давайте, скину вам фейсбук обязательно. Так, друг вокруг, мой мир, господи. Так, контакт. Контакт. Вот, фейсбук потеряла, одноклассники нашла. А, вот фейсбук. Так. Очень все интересно, да? Вот. Ну что ж, самый глупый вопрос, не данный вопрос. Это очень важно знать, да? У нас с вами нет понедельника начальника будильника. Это наш плюс, наш минус. Но, вы знаете, когда я работала на работе по найму, и мне кричали, у тебя там в углу пыль, да? Я работала продавцом, да? Там, они говорят, он там в вино стоит, да? Я на винном отделе работала, там на пыль, на вине, на дорогом. Ну-ка, сходи протри. Конечно, это мне не очень нравится. Сейчас мне никто не указывает. Это очень приятно, работать для себя, зарабатывать в 10 раз больше, и никто не указывает. Это, конечно, здорово, и это, конечно, классно. Уважающие себя люди, ценищие себя люди, это очень-очень поймут сейчас то, о чем я говорю. Вот. Конечно, мы лично заинтересованы в вашем росте, но лишь бы были заинтересованы вы. Если вы сами не заинтересованы, то мы можем показать путь, но мы не можем все за вас сделать, да? Как вы должны понимать, что мы будем очень стараться по одноклассникам, да? Ну, давайте. Значит, я сейчас закончу вебинар, закончу запись вебинара, да? Во вкладке «Вопросы» я уже побывала. Спасибо вам всем за внимание. И потом буду высылать все, что вы хотите. Продолжение следует...